всем привет в этом видеоролике мы снова поговорим об игрушках из сети магазинов fixprice всем привет вы смотрите видео с канала важного кота и еще немного информации о том что можно купить в магазинах сети fixprice я тяну оттуда не все подряд а именно то что привлекает мое внимание это что по моему мнению в перспективе может быть использована для построения диоран для варгеймов либо для какого-либо еще творчество ну и конечно же дешевые настольные игры это тоже всегда привлекает поэтому в этом видео я покажу то что нашел fixprice из интересного на этот раз и первыми будут животных из этого магазина я уже показывал и это были панда пантера белый медведь и бурый медведь к слову из всех представленных именно вот этот бурый медведь на мой взгляд представляет наибольшую ценность наибольший интерес потому что как мы видим из масштабов это такой гигантский пещерный медведь которого можно внедрить в игровую систему наподобие битвы фэнтези использовать как боевого юнита ну а также в принципе качество этих фигур очень хорошие это плотный и гибкий пластик который трудно сломать единственное что оставляет желать лучшего это конечно же покрас данных животных именно поэтому я решил прикупить себе еще пару медведей которых планирую перекрасить чтобы сделать из них и таких фантастических магических хозяев леса но это как-нибудь в другой раз сегодня у нас речь пойдет об очередной четверке зверей среди которых мы видим двух хищников и двух травоядных давайте же посмотрим на них поближе и начнем с тигра к слову вот такая вот картон очка присутствует во всех коробках с этими зверятами здесь есть указанная цена в 55 рублей и рекомендуемый возраст 3 плюс мой конечно же наименование фирмы титана фирма которая похоронит все остальные фирмы play the game игрушка коллекционная фигурка животного сделано конечно же сами догадываетесь где все те же тяжелые литые фигурки из достаточно гибкого пластика и в принципе игрушка тигра неплохая как мы видим даже с анатомическими подробностями и опять же у нас покрас покрас тигра у которого по-клоунски выглядит морда тигр огромен точно так же как и медведя этого хищника можно использовать в игровой среде битвы фэнтези однако у него не очень интересная поза это просто бредущий тигр кстати большинство из этих животных как мне кажется это просто копии более именитых компаний которые специализируются на выпуске фигур животных таких как папа сафари коллекто шлях и им подобные люди которые собирают именно фигурки животных наверное с легкостью могут определить с какой фирмы снята копия для того чтобы продавать ее по 55 рублей фикс прайсе следующая живность это у нас лошадка да это именно лошадка это не конь и несмотря на то что она долго находилась в коробке с ногой вот в таком полусогнутом положении она в принципе может стоять как и во всех остальных случаях фигурка неплохая и ужасный покрас как будто бы она просто находилась где-то рядом с пожаром возгорание вот она покрылась частично копотью и и частично она в пепле еще одно травоядное это уже у нас корова есть заусенчики вот здесь вот видно у нее так как эта копия с более клевой фирмы которая выпускает более качественные фигурки то мы видим что проработка шкур и проработка частей тела этого животного очень хорошая текстура шерсти вены на животе а вот к корове по части покраса придраться уже гораздо сложнее единственное наверное то что копыта не прокрашены до морда по крайней мере она выглядит аккуратнее чем все остальные и последняя фигура царь зверей и лев вот эта фигурка тоже на мой взгляд может быть использована как какое-то гигантское боевое животное допустим в системе битвы фэнтези опять же покрас отстойный и вот тут какие-то блестящие разводы я сначала было подумал что это масло но нет видимо это какой-то дефект пластика он такой с зеркальным блеском как вы видите и не счищается не оставляет следов на пальцем анатомические подробности опять таки все видны здесь уже наляпана краской кое-как точно так же как и в случае с лошадью видимо лошади этот лев они где-то вместе рядом с пожаром бегали может быть лев доставал лошадь именно из пожара загорел сам бар поэтому льва только грива под коптилась а лошадь закопченная вся естественно покрас убивает напрочь неплохую проработку неплохой скульпт данной фигурки и присутствуют заусенцы трудно сказать можно ли они поранятся все-таки это достаточно гибкий материал однако перед тем как давать детям нужно обработать и как следует помыть эти фигурки потому что они оставляют на руках такое чувство как будто бы я потрогал что-то пыльное из всех этих фигур конечно же лев и медведь они в таких рычащих можно сказать боевых стойках что их действительно хочется использовать какой-то игровой системе как боевых живот даже несмотря на то что они не подходят под масштаб бит фэнтези но круче всего конечно же это медведь а вот эти боксы я припрячу потому что у меня есть идея как их использовать и возможно я даже сниму об этом отдельное видео следующее о чем хотелось бы поговорить это тоже продукция от компании play the game магазин fix price и это у нас настольная игра которая называется деревянная башня многим она может быть известно также под названием дженга от компании hasbro только это ее уменьшенная копия простая веселая игра для всей семьи развивая ловкость рук смекалку чувство равновесия цена товара 99 рублей для двух и более игроков упаковка в стиле play the game все последние игры настольные вот так вот оформляют и давайте же заценим качество этой игры на инструкция у нас находится на задней части коробки постройте башню кладите по три бруска на каждый уровень не забывайте на каждом уровне менять направление брусков и здесь у нас вот так она выглядит брикет кубиков деревянных кстати имейте ввиду деревянные такие брусочки они тоже очень могут пригодиться например при построении какого-то террена для вашей настольной игры вашего настольного варгейма стоит ли за это платить 99 рублей решать конечно же вам в принципе такие брусочки можно напилить самому при большом желании я открыл полиэтилен и ожидал почувствовать запах древесины ну вы знаете как приятно пахнет дерево однако я почувствовал запах этих знаете залежавшихся орехов вот такая башенка у нас получается небольшая и суть игры заключается в том что каждый игрок вытаскивает по одному кубику с любого уровня кроме верхнего и складывает эти кубики наверх башни и это продолжается до тех пор пока башня не рухнет складывать не обязательно подряд так чтобы башня получалась ровная можно делать своим соперникам всякие каверзные ситуации устраивать чтобы при их попытке построить дальше башню она обрушилась и соответственно тот кто обрушает башню тот проиграл 45 блоков неплохого качества на ощупь достаточно приятный я не вижу никакого риска получить за мозу поэтому я думаю это неплохая вещь но и все-таки деревянные бруски ребята смотрите сами деревянные брусочки это очень прикольная вещь если вы делаете какой-то террин я проиграл и еще одна вещь которая заинтересовала меня в данном магазине это кинетический песок цена товара все тоже 99 рублей как и у игры башня это не просто кинетический песок от игровой набор с формочками вот именно формочки меня и привлекли потому что они как мы видим имеют вид каких-то архитектурных сооружений башни и стены и опять же титан play the game развивает фантазию творческое воображение мелкую моторику возраст уже 5 плюс татьяна башни на башня возраст не указан а для детей от пяти лет башня до для пяти лет 98 процентов кварцевого песка и два процента полимерных материалов я никогда до этого не сталкивался с кинетическим песком только видел ролики в интернете было бы интересно посмотреть что это такое вот x price позволяет за небольшую сумму провести пробу потому что от более именитых фирм конечно же кинетический песок стоит дороже свойство песка хорошо тянется держит форму пластичный приятный на ощупь не оставляет пятен не прилипает к рукам без запаха 600 грамм срок годности не ограничен четыре формочки должны быть здесь в наборе да и вот первая формочка она в виде такого дворца напоминающего тадж махал или что-то вроде того вторая формочка которая больше похожа на сооружение древних инков народов майя и на формочках которые выполнены из полиэтилена есть заусенчики вот об эти штуки действительно можно поцарапаться формочка в виде стены с двумя башнями и вот такая еще форма тоже в виде башни со стеной так а здесь у нас еще есть чисто стена чисто башня с лестницей и вот еще такая башня таких форм как мы видим мне не попалась кстати вроде бы как несмотря на то что здесь изображены башенки формы могут быть другие там могут быть какие-то рыбки морские обитатели и еще что-то подобное вот он и сам песок не испортился я не знаю может вообще портится или нет но пока что впечатление как от очень очень такого мягкого пластилина все наверное вываливать не буду цвет песка варьируется вот здесь вот на коробке есть окошко и можно посмотреть какой именно песок вы приобретаете какого цвета ну как он разваливается мне нравится вот это вот ощущение такого знаете как в старых фильмах ужасов показывали когда убивают монстра его тело начинает быстро так испаряться вот та же самая ситуация вот он так оседает что же такое кинетический песок не прилипает к рукам вообще не прилипает к рукам больше всего забавляют вот этот процесс как он осыпается мне кажется что в него положили недостаточно этого самого полимерного материала и поэтому он рыхлый давайте попробуем что ли поиграть песочницы в детстве я не любил играть в песке вот таким методом то есть я не любил делать какие-то песочные башенки потому что с песком у нас были две любимые игры это царь горы когда нужно было скинуть кого-нибудь с песка и стать единственным полноправным властелином в песочной горке естественно после этого все приходили домой в песке но были все довольны кинетический песок такого у нас не было у нас была очень классная штука которую мы называли кесси месси это когда роется специальная ямка туда добавляется определенное четко выверенное количество воды и засыпается песок все это перемешивается и полученная жижа является кесси месси и так вроде бы плотно утрамбовал кинетический песок формочку пирамидки майя или что-то вроде того вполне вполне загадать и также махал замутим вроде как кинетический песок относят к разряду штук которые успел успокаивают человека к ним же относятся все вот эти популярные спиннеры фиджеты которые кубики с различными кнопками чтобы не нервничать можно нажимать и кинетический песок тоже говорят выполняет такую функцию как успокоение нервов то есть если вы нервничаете и вам нужно что-то срочно поделать купите себе кинетический песок и успокаивайтесь стройте пирамиды майя тадж-махалы вот так все работает кинетический песок действительно позволяет построить формочки эти самые сооружения вот у меня все вышло к рукам он все-таки немножко прилипает и даже красит может быть не тогда мне кажется это просто цветной песок застрял в линиях моей ладони и между пальцами поэтому кажется что такой синий цвет в любом случае он держит форму он прикольно пересыпается но что меня в первую очередь привлекло в нем это конечно же вот эти вот строительные формы которые есть у этого набора когда его покупал я думал что может быть эти формы можно использовать для изготовления собственных из гипса или из чего-то другого конструкций собственно заливая гипс в эти формы и потом использовать их в каких-нибудь настольных стратегиях или что-то вроде того однако и так тоже прикольно повозиться это мое первое знакомство с кинетическим песком и у меня к нему нет никаких претензий по крайней мере на данный момент может через время что-то проявится что-то нехорошее но набор песка за 99 рублей с формочками я думаю это круто вот такие прикольные штуки удалось найти фикс прайсе я считаю что это заслуживает внимания и достойно к покупке но это мое личное мнение у вас может быть конечно же совсем другое на этом я закончу данное видео поэтому ставьте лайк если оно вам понравилось вступайте в группу вконтакте подписывайтесь на канал делитесь видео с друзьями и не забывайте комментировать видео с вами был важный код пока на к рукам не липнет к львам тоже